Друзья мои, всех приветствую, как всегда в этот час набило. Я, Наташа Влащенко и Станислав Белоковский, будем сегодня говорить о событиях, но, конечно же, призываем вас подписываться. Стас, добрый день. Доброе утро, Наташа. Всем привет. Подписываться на YouTube-канал «Власть versus Влащенко» и телеграм-канал Белковский. Первый телеграм-канал в русскоязычной медиасфере, который полностью делается искусственным интеллектом. Потому что, если вы на них не подпишетесь, какие же будут события? Да никаких. А это скучновато. Ну вот, начну с Мюнхенской конференции, о которой сейчас все говорят, и с заявления генерала Милли Нуланд о том, что если Россия не остановится, то Украина получит оружие дальнего действия и будет под ударом Крым. Вся Россия. Ну, мне кажется, что это, когда Запад решился сказать, это официально, это такой поворот войны. А ты же как считаешь? Ну, на мой взгляд, Мюнхенская конференция вообще несколько устаревший формат, как и все такие конференции. А вряд ли можно узнать что-то новое. О том, что Запад готов поставить Украине дальнобойное вооружение, было известно уже пару месяцев как. Притом ясно, что Россия не остановится. Да и что значит остановиться? У России есть свое желание и план остановиться, то есть реализовать некий корейский сценарий с разделом территории по 38-й параллели. И, ну, по аналогу говорят, по линии соприкосновения, тем самым фактически оттяпать 16% украинской территории. Именно этот план транслировал в очередной раз недавно бывший премьер-министр Италии, друг Владимир Владимирович Путина, Сильвио Берлускони. Обозначив эти границы компромисса, Запад де-факто признает контроль России над сухопутным коридором в Крым и заваливает Украину деньгами для строительства нового государства де-факто с нуля. При этом этих денег должно быть так много, что голоса критиков умолкнут. И Владимир Зеленский, и правящие элиты Украины смогут продать своему народу эту историю, как то, что все эти деньги получены за продажу 16% собственной территории. Это, кстати, полностью отражает жизненную философию Владимира Путина, которую, кто бы там что ни говорил, был всегда и остается монетократом, служителем культа денег, и считает, что все можно измерить в деньгах, и нет такой ситуации, которую нельзя урегулировать за деньги. Если ситуация не урегулируется за деньги, значит, просто или неправильно сформулирована сумма, или не туда занесли. И в этом смысле мне не жаль своих изысканий по поводу Владимира Владимировича, его психологии и жизненной логики на протяжении минувших 20 лет, потому что пока все говорили, что он КГБшник и стремится к восстановлению Советского Союза и построению некой идеологической реальности в нынешнем российском государстве, я наставил на том, что он крупный бизнесмен, который переносит политику скорее практики организованных преступных группировок 90-х годов, и мне представляется, что сегодняшняя политика военная реальность это полностью подтверждает. И, собственно, никакая преступная группировка не заинтересована в затяжной войне. Она всегда стремится к блицкригу и точечным ударам. К этому стремится всегда и Владимир Путин. Другое дело, что в украинском случае ему это не удалось. Что касается Мюнхенской конференции, то на ней и вокруг нее звучали разные голоса, в том числе о том, что США не будут подталкивать Украину к ударам по российской территории, по канонической российской территории и по Крыму, которая с точки зрения международного права, безусловно, является частью Украины. И это не означает, что этих ударов не будет. Это только говорит о том, что Запад не берет на себя за них ответственность. Но инфраструктуру для этих ударов Запад Украине, конечно, предоставляет, поскольку, в общем-то, для всех, для большинства отрядов западных элит очевидно, что единственный способ остановить Российскую Федерацию в самом широком смысле этого слова, это решить ситуацию на фронтах. Владимир Путин пытается от этого полностью абстрагироваться и дистанцироваться, что и будет отражено в его послании к Федеральному Собранию России, то есть парламенту, номинальному, естественно, полностью зависимому от него, подчиненному, подконтрольному парламенту через три дня. Но, де-факто, тем не менее, от ситуации на фронтах никуда не уйдешь. Дорогие зрители, мы часто говорим о том, как обществу нужна независимая журналистика. Как сделать так, чтобы она была, чтобы она развивалась, чтобы вы получали независимую позицию, независимую информацию, независимый взгляд на то, что происходит в мире. Как так сделать? Ответ очень простой. Это зависит от вас. На самом деле, только ваша поддержка в виде ваших подписок, в виде вашего спонсорства, в виде ваших патреонов, в виде ваших лайков, только она является зеркалом и мерилом того, что происходит на канале «Власть Флащенко» или на любом другом канале. Только ваша подписка может поддержать и дать понять, что ты нам нужна. И поэтому, конечно, подписывайтесь. Конечно же, поддерживайте, кто может. Для нас каждый ваш голос, каждый ваш жест очень и очень важен. Мы ждем два события. Мы ждем выступления Путина на федеральном собрании, ждем посещения Вайденом Польши. Вот это получается такой параллельный батл, как ты уже говорил об этом. Что ты ждешь от посещения Байдена? Потому что речь понятна, какая будет у Путина. Мне кажется, что тут особо никаких неожиданностей не будет. Ну, что касается речи Путина, то неожиданностей не будет с учетом того, что уже обсуждено. Безусловно, он будет констатировать беспрецедентный успех в связи с операцией «Зет». Кроме того, важная составная часть – это выступление, это социальные гарантии героям, ветеранам и инвалидам спецоперации «Зет». Мне все-таки все больше нравится термин «Навоз» настоящей военной операции «Зет». Так вот, героям навоза славы будет формироваться… Это важно, потому что будет формироваться целая каста участников навоза. Подобно тому, как с 1665 года, когда ветеран Великой Отечественной войны Леонид Ильич Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, культивировался от формирования касты ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Они получили далеко не так много, как государство им обещало, но, по крайней мере, в символическом плане они считались цветом общества. Сейчас цветом общества станут ветераны навоза, и, надо сказать, что, поскольку многие из них – это настоящие зэки, в том числе и погибшие, значит, от них остаются члены семьи, то они после окончания боевых действий, точно так же, как после войны в Афганистане, смогут стать опорой и костяком новых преступных группировок, де-факто легализованных в российском экономико-социальном пространстве. Кроме того, поскольку все-таки в отличие от Советского Союза брежневских времен Российская Федерация является государством тотальной коррупции, то, конечно, тут на этой почве расцветет гигантская коррупция, потому что будут выделяться колоссальные деньги на поддержку выживших и невыживших героев спецоперации «Зет». Эти деньги будут методично, по большей части, разворовываться. Возможно, даже Путин создаст отдельную бюрократическую структуру для работы с ветеранами, какими-то министерством по делам ветеранов. В общем, уже сейчас обещанная социальная гарантия вдовам участников этого навоза, только при условии, что они не выйдут замуж по второму кругу. То есть еще создается такой политический институт вдов, которые должны символизировать нынешнее состояние Российской Федерации, то есть действительно ее вдовство, потому что она фактически осталась без, отстранив от себя, объявив как будто бы небывшим весь коллективный Запад в недрах и в тенетах, в которых она родилась, в мурах, на руинах Советского Союза в 1690 году, и она осталась вдовой, но далеко не веселой, в отличие от героя неизвестной опереты. Что же касается визита Джозефа Байдена в Польшу, то все-таки я могу предполагать, что он будет встречаться с Владимиром Зеленским, хотя Белый Дон официально заявил, что в планах Байдена этой встречи нет, но скорее это проброс по соображениям безопасности. Все-таки не для того Байдена собрался так далеко и прямо на украинскую границу, чтобы от встречи с Зеленским уклониться. Возможно, я ошибаюсь, но мне представляется вероятность такого события достаточно высокая. А что будут обсуждать, как ты думаешь? Потому что действительно в такую дальнюю дорогу просто так люди не собираются. Обсуждать будут военную стратегию, в том числе, что считать выполнением достаточных критерий для прекращения боевых действий. Ясно, что весной должно состояться контрнаступление вооруженных сил Украины. Большого наступления вооруженных сил Российской Федерации пока не случилось. Вернее, оно случилось. Началось именно 15 февраля, как и было обещано, но на позиции чувака Вагнера. И лично Евгения Пригожина, которого Министерство обороны и Генеральный штаб во главе с генералом Герасиевым, нынешними главнокомандующими силами навоза, решили все-таки слить, прекратив ему поставку снарядов. Что, конечно, в условиях, когда Путину обещали взять Вахмут как раз к посланию Федеральному собранию, естественно, этого не будет, но обещали-то обещали, было особенно страумно. И вынудила Евгения Пригожина на ответные публичные действия, пусть облеченные формально в достаточно вежливую форму высказываний бойцов Вагнера, но, де-факто, все было понятно, что имеется в виду, что противостояние Минобороны и Генштаба с одной стороны и Пригожина его силовой империи с другой переходит в решающую фазу. Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда Министерство обороны и Генштаб хотят избавиться от Вагнера чужими руками. Первый случай был несколько лет назад в Сирии, когда вагнеровцы пошли отжимать нефтеперерабатывающий завод в Дейрозоре, а российские официальные военные сообщили об этом американским партнерам, и американские партнеры нанесли уничтожающий удар по тем вагнеровцам, которые отправились на этот завод. Поэтому у них давний счет, и ничего качественно нового с точки зрения борющихся сторон не происходит. Но ясно, что возможности наступления осложняются еще и тем, что управление российскими американсками никак не изменилось. И в ознаменовании этого Владимир Путин не только назначил генерала Георгия Мурадова окончательно уже не исполняющим обязанности, а командующим группировкой «Восток» в рамках спецоперации «Зет», но и повысил его в звании до генерал-полковника еще с дюжиной людей. А Георгий Мурадов считается именно виновником катастрофического разгрома определенных соединений подразделения российской армии под угледаром недавно, когда было потеряно больше ста единиц боевой техники, военной техники и больше тридцати танков. Это еще раз говорит о том, что Путин не имеет обратной связи с ситуацией совершенно, что у него нет никакой скамейки запасных, и он не видит никакой альтернативы нынешнему генералитету, который уже доказал стойкую неспособность рулить войной в современных условиях. Поэтому по-прежнему Россия будет делать ставку на ракетно-бомбовый удар по критической инфраструктуре и на дожимание ситуации. Явление Медведчука, Виктору Владимировичу Народу, достаточно сенсационное на этой неделе, говорит еще раз о том, что никакого адекватного понимания ситуации Владимира Путина нет. И Джозеф Байден вместе с польскими руководителями и Владимиром Зеленским должны исходить из этого. То есть здесь дважды два не равно пять, не равно четыре, оно не равно даже и пяти. Оно вообще труднопредсказуемо, поскольку оппонент работает в системе координат, где нет никаких фиксированных правил сложения и умножения. А как вести себя сумасшедшим, кроме как связать его, ввести ему лекарство, которое его парализует? Ну, то есть, какой-то логики же с ним? Пусть он совершенно не сумасшедший, он абсолютно рационально мыслящий человек, просто лишенный, находящийся в заложниках собственных психологических комплексов, собственных проблем, в первую очередь, невозможность и примирения с идеями старости и смерти, из-за чего, собственно, началась четвертая мировая гибридная война еще в 2014 году. А так он остается полностью рациональным. Другое дело, что нет информации, нет желания признавать собственные ошибки, а наипаче собственные поражения. Просто из всего этого нужно исходить. Но без помощи грамотных психологов, лидерам, встречающимся в Жешеве, если где-ли-ли-где, встречали в Варшаве или в Жешеве, еще до конца не объявлено, не обойтись явно. И здесь я бы обратил на это внимание всех потенциальных участников встреч, включая Владимира Зеленского. То есть не надо думать, что Владимир Путин и его генералы будут принимать решения, объективно выгодные Российской Федерации. Нет, совершенно не так. Как мы с тобой уже не раз говорили, вообще вся спецоперация ЗЭТ является актом саморазрушения этого режима. И, исходя из этой логики, надо анализировать все решения, которые принимаются Кремлем и военным руководством РФ. Есть еще одна такая удивительная совершенно черта навоза, как ты говоришь. Я обратила внимание, что Россия вот в разных ее проявлениях на данный момент это какой-то такой страшный патологический кринж. Вот эти веселые вдовы с шубами. Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое. Я не знаю, Медведев с его вечными какими-то устарелыми цитатами про клоунов и пидорасов, как он вчера что-то написал. Я случайно наткнулась вчера в сети на какого-то чувака, который пел очень пафосную песню про гастомельский десант, которую, как известно, разгромили, но он так со слезой представлял это как страшно героическую какую-то историю, сидя в тельняшке. И я подумала, что это вообще событие какой-то столетней давности, такой застарелый совок, который, вот что бы ни делали люди в России, он проявляется именно такой стороной. Почему так? Это не застарелый совок, это просто адский трэш, который связан с кадровой, интеллектуальной и эстетической деградацией всей этой системы на протяжении более чем 20 лет. Это система тотальной коррупции, она шла этим путем, и непотизма. Ясно, что торжество коррупции и непотизма в рамках этой экономики розы, распила отката и заносов, оно неизбежно приводило к негативной кадровой селекции и выдвижению на передовые позиции худших. Но из-за того, что казалось, что у Владимира Путина все получается, что он очень фартовый, то совершенно не страшно, что худшие находятся на всех должностях, какие только возможно. Это нормально, с этим можно проскочить и проехать. Но, как всегда, это бывает в биографии или человека, в истории или некой важной сущности, типа страны или государства, или целой цивилизации, как раз возникает какое-то событие, то есть самый черный лебедь, который выявляет невозможность нахождения худших на ключевых постах, невозможность все это возможности. К чему это ведет, мы сегодня видим, потому что на это нельзя, ну, скажем, тот же Медведев, это ведь уже, так сказать, нельзя обсуждать серьезно никаким умом. Ну, что-то там он такой бурчит, скворчит, и дай ему Бог здоровья, которого у него осталось, видимо, не так много. Можно только сожалеть о такой публичной деградации человека, который еще недавно воспринимался многими странами и народами мира, как источник надежд на либерализацию путинского режима и формирование некой новой парадигмы российской государственности после Владимира Путина. И кажется даже, что уж очень хорошо, что он не остался у власти в 2012 году, а чтобы было, так сказать, если он там остался. Вот, поэтому все это абсолютно закономерно. Так и должно быть. Если вы выдвигаете на решающие позиции худших в рамках вот этой коррупционно-непатической модели, то на что же можно рассчитывать? То есть, да, в Российской Федерации нынешнее время превращается в адский трэш, на фоне которого такие, в общем-то, весьма неоднозначные персонажи, мягко говоря, как Пригожин или Игорь Филди Геркин, Стрелков, уже кажется вполне серьезными и людьми, заслуживающими диалога. Знаешь, когда смотришь на это все, кажется, что невозможно, вот часто говорят о том, что Россия не может в таком виде в условиях адского трэша долго существовать, что это уже накануне какого-то страшных событий, развала. Но в то же время мы знаем много примеров мировых, когда там, я не знаю, Северная Корея существует много лет, или Куба в ее виде, когда там опять дом были большими деньгами, существовала много лет, или Китай в определенном виде существует много лет. И эти конструкции каким-то образом держатся. Почему? Вот как это можно объяснить с точки зрения историков, например? Почему такие образования, когда, казалось бы, человек должен давно умереть, да, у него уже четвертая или пятая стадия, а он все живет и живет? Ну, потому что жизненные задания этих организмов не исчерпаны. Коментал, КНДР и Куба это достаточно замкнутые и легкоуправляемые пространства. Чего нельзя сказать о Российской Федерации. Это пространство все-таки разомкнутое, как бы оно не пыталось изолироваться. И в этом смысле здесь и лежит еще один важный смысл путинской самоизоляции. Потому что самоизоляция нужна для того, чтобы перестать сравнивать себя с другими. Чтобы весь этот внутренний шлак воспринимался как некая нормальность. А это достижимо только в условиях изоляции. Особенно, как в Северной Корее показывают, какие-то невероятные победы народ должен верить, а в значительной степени верит. Так оно и есть. То современный РФ народ должен верить в то, что эти этические, эстетические образцы, транслируемые элитами, это и есть норма. Это все хорошо и правильно. Ну и Советский Союз жил во многом в этих условиях. Где только это не появляется. Но я считаю, что на несколько лет запаса прочности этой системы хватит в том числе экономического. Потому что кто бы что ни говорил про стабильность российской экономики, это не так. Дефицит бюджетов и уже в январе 25 миллиардов долларов. И сейчас правительство Российской Федерации должно отнять у крупного бизнеса 500 миллиардов рублей в качестве единовременного взноса на частичное покрытие расходов на спецоперацию Z, на навоз. Мне совершенно не нравится, не жалко крупного российского бизнеса, который наворовал достаточно и безусловно произрос весь и возрос на теснейшем альянсе с Кремлем и на становлении путинского режима. Но просто сам этот шаг симптоматичен, что уже обойтись без такого достаточно демонстративного изъятия денег из частных карманов Кремль не может. А что же будет дальше? Тем более, что российский военно-промышленный комплекс явно не готов воспроизводить вооружение необходимое и достаточное для ведения современной войны. Вот сейчас появляется все новое и новое расследование на эту тему, что, естественно, импортразмещение было заведомо провалено путинской России и все, что производится сегодня на 70-80% зависимо от западных технологий и комплектующих. Ну что же, говорить, если группировка разведывательных спутников РФ включает 102 аппарата, а разведывательных спутников США почти 3000. В какой реальной конкуренции можно говорить? Ну, еще несколько лет эта система будет гнить. Я в этом практически убежден со самыми негативными последствиями для самой России. Но несколько лет это не несколько десятилетий. А вот если спецоперация из-за этого не случилось, то это было бы несколько десятилетий, это было бы еще гораздо хуже и для мира, и для России, и, конечно, для Украины. Мне интересно, о чем они думали. Ведь ответ, может быть, только, наверное, на один этот вопрос. Путин считал, что Запад не вступит в эту историю. Ну, то есть, что Запад промолчит, как в 2014 году. Потому что генерал Милли вот в этом интервью, которое он дал на этой неделе, сказал, что Россия пусть не думает, что она раскачает НАТО, или попробует разрушить наши отношения на Западе, и это пройдет так безнаказанно. Но мне кажется, что Путин, когда начинал, считал, что это все пройдет безнаказанно, как и во времена Обамы. Во-первых, он вообще не рассчитывал на длительную войну. И тут дело не в Обаме, а в том, что он рассчитывал на Блицкыр, как и в Крыму в 2014 году. Если бы этот Блицкыр случился, то неизвестно, как повел бы себя Запад. Да, ведь Запад не поставлял же оружие Украине превентивно, поскольку был полностью уверен в ее быстром стремительном поражении в случае начала этих боевых действий. Да, Запад готовился к большим санкциям, и, как утверждает уже окончательно двинувшийся башкой 85-летний журналист Рассветли Сеймор Херш, там, готов был взрывать северные потоки. Я считаю, что нет, но Сеймор Херш упирает на то, что именно эти слова, сказал Джозеф Байден во время встречи с Олафом Шольцем, канцлером Германии, незадолго до начала навоза. Вернее, навоза тогда еще не было, навоза все-таки это нынешняя стадия, когда настоящая военная операция, тогда еще был просто своз. Но, так сказать, оружие-то поставлять стали тоже не сразу, когда убедились в том, что Украина способна за себя постоять. Поэтому здесь эти надежды Путина были обоснованными, они не были фантастическими. Другое дело, что в истории всегда происходит то, что должно произойти. И это и произошло. Христо Грузев рассказал, что британская полиция не пустила его на церемонию на кинофестиваль за угрозу общественной безопасности. Тут даже хочу тебя спросить не о Христо, вот реально, а о том, что о проникновении вот этого русскоязычного мира в Европу и на Запад, потому что все эти Берлускони, Саркази и многие другие, да, вот все эти высказывания. У Путина есть некий оплот все-таки на Западе, который ему очень помогает и очень поддерживает его. Ну, с Кристо Грузио это не связано никак, на мой взгляд. Потому что, ну как, Кристо Грузио упорно формирует версию о том, что ему угрожают российские спецслужбы и диверсанты, угрожают его физической безопасности. Я, у меня нет никого, нежелания и невозможности оспаривать его версию, но если она верна, то он должен принять и правоту организаторов БАФТа, это и куда его не пустили. Ну, если он действительно потенциальный объект туристического акта, как он утверждает, то организаторы массовых мероприятий заботчатся об их безопасности и не должны его туда пускать. Да, простите меня, Христо Грузио. То есть, здесь из А абсолютно точно вытекает Б. Или ты не объект атаки диверсантов, тогда ты можешь ходить куда угодно, но если ты сам себя объявил таким объектом, значит, приходится мириться с дополнительными ограничениями, которые на тебя распространяются. А что касается Берлусской Анисаркази, то это не пояснение русскоязычного мира, это проникновение коррупции, которая абсолютно глобальна. А что происходит, вот последствия землетрясения в Турции, они являются следствиями коррупции? Конечно, гигантские. Потому что послабление последствий, не само землетрясение, конечно, мы о нем, если захочешь, можем чуть попозже поговорить, потому что действительно это событие имеет тектонические последствия, во всех смыслах слова тектонические. Но то, что по коррупционным соображениям были резко снижены требования к соистноустойчивости зданий, потому что это было выгодно застройщикам, близким к Ардагану, к Реджепу, к Ардагану и в окружении, это так. Это значит, что не просто речь идет о воровстве денег, речь идет о десятках тысяч человеческих жертв за коррупцию. Точно так же это относится к европейским элитам, и возвращаемся к моим любимым примерам, прошу прощения за повторяемость. Надеюсь, что значительная часть нашей аудитории уже эти примеры забыла и услышит их как в первый раз с Латвии, где изгоняют канал Дождь, как угрозу национальной безопасности. Я не отрицаю ошибок, дождя о котором это привели, но никакой угрозы национальной безопасности Латвии он, конечно, не был и не мог быть. А российские олигархи там чувствуют себя как у себя дома и избегают их с помощью правительства Латвии европейских санкций. Поэтому коррупция это очень мощная вещь, которая не только разлагает моральные основы общества, но и ведет реально к войнам и к огромному кровопролитию, к человеческим потерям. И мне кажется, человечество сегодня имеет возможность это осознать. Причем коррупция это не просто набор соблазнов, человек, который не может удержаться от большой взятки. Это жизненная философия, это та самая монетократия, власть денег, правильного эликсира, с помощью которого можно решать метафизические проблемы. И Путин остается в этом абсолютно уверен. И нельзя сказать, что европейские элиты, отчасти американские элиты, не дали ему повода так думать. Я надеюсь, что большая часть нашей аудитории находится в том цветущем возрасте, когда еще не так быстро забывают примеры. Но тему ты поднимаешь серьезно. И тут есть, мне кажется, две опции. Это какие последствия для Эрдогана все-таки будет иметь то, что произошло, вот это землетрясение в Турции. И вторая часть это то, что а есть ли вообще в принципе страны в мире, где коррупция искоренена? Ну, по крайней мере, есть страны в мире, где коррупция не доминирует. На мой взгляд, ну, в значительной степени это евроатлантический мир, особенно северная Европа. Все-таки такие фигуры, как Берлускони, и Берлускони очень яркая фигура. Его политический триумф в Италии, опять же, был абсолютно закономерен. Потому что это большой харизматический лидер. Но я думаю, что эпоха таких больших харизматических лидеров уже прошла, и многие об этом сожалеют и говорят, а куда же делись эти ярчайшие звезды прошлого? А вот туда они и делись, потому что эти ярчайшие звезды прошлого за свою яркость, вернее, за их яркость государство и общество должны были расплачиваться их недостатками, в том числе ими вовлеченности в коррупционные схемы и готовности к дружбе с диктаторами. К чему Сильвер Берлускони был всегда готов, и не только с Путиным, но и с Муаммаром Каддафи. Тоже на небезвозмездной основе просто так получилось, что другие политические лидеры решили от полковника Каддафи избавиться. И этот пример, собственно, и во многом вернул Владимира Путина на пост президента Российской Федерации в 2011 году, потому что он испугался, на самом деле испугался, что Соединенные Штаты Америки что-то устроят подобное арабской весне на российской почве, а Дмитрий Анатольевич Медведев, который слишком хотел понравиться Западу, не сможет этому противостоять. Все может быть. Но возвращаемся к Турции Эрдогану. Реджепт и Эрдоган, конечно, не хочет терять очень власть, поскольку он понимает, скольким людям он насолил, испортил не только настроение, но и жизнь за 20 лет своего правления. Он понимает последствия той авторитарной системы, в том числе негатив, которую он построил, в том числе негативные последствия для экономики, за которые придется отвечать. Поэтому уже обсуждается вопрос о переносе президентских выборов на 6-12 месяцев. Они должны... Сам Эрдоган перенес сначала на месяц назад, с 18 июня на 14 мая, потому что 14 мая это символический день. В этот день, в 1950 году, исламистские силы в Турции впервые выиграли парламентские силы у кемалистских, то есть у прямых идеологических последователей кемали от отерка. И поскольку именно сейчас так и выглядит турецкий Армагеддон, схватка исламистов Эрдогана с кемалистами, то ему казалось, что 14 мая даст ему больше шансов на победу. Но тогда разрыв был небольшой. Скажем, 40 с небольшим процентов у Эрдогана, 45-47 у единого оппозиционного кандидата. Сегодня рейтинг Эрдогана рухнул в два раза. А рейтинг единого оппозиционного кандидата, который еще даже не выдвинут, уже зашкаливает за 50. Поэтому выборы надо переносить. И изобретают под подлогом того, что чрезвычайное положение в провинциях, расположенных близко к эпицентру землетрясения, не позволяет их проводить. Но еще и потому, что именно эти провинции, за исключением Диар-Бакэра, где сильные позиции курдов, естественно, враждебных Эрдогана, они в основном просто были крупнейшими поставщиками голосов именно для Эрдогана и его политической силы. И тут потрясающе прозвучало высказывание до днях со стороны человека по имени Сердар Йилдерин. Сердар Йилдерин. Он руководитель турецкого космического агентства, ни много ни мало. Там еще неожиданно выяснилось, что и Министерством по чрезвычайным ситуациям, службой чрезвычайных ситуаций Турции, которая называется Афат, руководит имам, не имеющий никакого опыта работы в этой сфере. Именно поэтому Афат не смогла быстро и эффективно развернуться сразу после землетрясения. И также Эрдоган не обратился к армии с призывом немедленно вмешаться в процесс, потому что он боится усиления любых политических и общественных позиций армии. Особенно после нейтрализации полуфейкового переворота 2016 года. Это все инкриминирует сегодня Эрдоган общественным мнением, он все это прекрасно понимает. Вот Сардар Юлдарем заявил, что он знает о сейсмическом оружии, которое способно провоцировать землетрясение, что Турция не может ему противостоять и работает. Но так, со спутника сбрасывается какой-то телеграфный столб, типа, телеграфный столб заходит в землю на глубину 7-8 километров и провоцирует землетрясение. Конечно, весьма прискорбно, что человек, который занимает пост главы космического агентства, излагает эти бредни. Еще более прискорбно, что Сардар Юлдарем, прошу прощения, не все турецкие фамилии одинаково полезны, он, значит, племянник Бенальи Юлдарема, бывшего премьер-министра Турции, близкого соратника Эрдогана, который в 2019 году баллотировался в мэр Стамбула при всей огромной поддержке всей государственной машины и проиграл оппозиционеру. Когда он ему проиграл вот тому самому оппозиционеру, который сейчас попал по два с половиной года уголовного уголовного диалога с двумя с половиной годами приговора за оскорбление Центральной избирательной комиссии, значит, Центральная избирательная комиссия отменила эти выборы и по второму Кургуилдарем проиграл оппозиционеру, несмотря ни на что. Это было первым звоночком того, что эпоха Эрдогана все-таки заканчивается. Но это значит, что почва для того, что Эрдоган не виноват ни в чем, а это проклятые враги, американцы с помощью внутреннего врага устроили землетрясение, тоже готовятся. И поэтому мы будем наблюдать вот эти конвульсии авторитарного режима Эрдогана в ближайшее время и смотреть, как будет вестись закручивание гайка, и будет устраиваться оппозиционный погром, чтобы не только не дать Эрдогану проиграть. Но вообще вся история с землетрясением в Турции, да, и надо заметить, сейчас тогда перейдем в следующую фазу, вся история с землетрясением в Турции, конечно, имеет гораздо большее значение, чем только судьба Эрдогана. Во-первых, это вопрос о гордыне. Все это случилось, когда уже 11 стран, начиная с Пакистана и заканчивая почему-то Японией, ну, включая и Венгрию, конечно, наверное, выдвинули Эрдогана на Нобелевскую премию мира. При том, что Эрдоган никаких эффективных миротворческих усилий на самом деле не произвел на свет, ведь он не прекратил войну в Европе, не так ли. Зато начинал много войн, много, начиная от Сирии и кончая Карабахом. Поэтому уже это, так сказать, говорит о том, что гордыню надо было умереть. Безбрежные амбиции Эрдогана должны были обо что-то разбиться, пусть даже такое трагическое событие, как землетрясение. Но надо сразу заметить, что до землетрясения Турция, как только не выпендривалась, особенно в отношении США. И министр внутренних дел Турции Сулейман Сайлуг обращаясь к американскому послу, говорил, уберите от Турции свои грязные американские руки. Почему-то, когда землетрясение случилось, этих слов больше мы не слышали. И Турция первая, к кому обратилась, это США и НАТО за поддержку и помощь. Это означает одно, что, во-первых, вся геополитика уходит к черту в прошлое, в эпоху возвращения, которая наступает, никакой геополитики не будет. Да, будет признан полицивилизационный подход, о чем на этой неделе говорил на конференции в Дубае Илон Маск, что мир состоит из нескольких цивилизаций. Но это не означает каких-то систем интересов, этой всей важности государственных границ, зоны, сферы влияния. Всего этого не будет. Да, и как только случается большое бедствие, почему-то все забывают о геополитических приоритетах и сразу приходят к пониманию, что регулировать последствия этих бедствий, а значит и предотвращать их в будущем, можно только с помощью глобальных усилий. И вот землетрясение в Торце этому учат, что все эти вот абсолютно устаревшие ментальные конструкции, одним из важнейших носителей, который в современном мире был Эрдоган, со сменой эпох тоже уходят туда, где им самое место. Да, они отжили свой блестящий век, как говорил Толерант, тот не жил, кто не жил в XVIII веке, но все-таки прошлое не должно подменять собой будущее и даже пытаться это сделать. Это уже наводит на мысль, какая судьба ждет Владимира Ивановича Путина, который в гораздо большей степени, чем Реджепер Ирдоган, позиционируется как предводитель глобальных ценностей прошлого в их борьбе с будущим. Согласна с каждым твоим словом, но вот думаю о том, что история со столбом, который упал со спутника, произвела на меня колоссальное впечатление. Ее должен был придумать Юрий Лоза, но почему-то придумал турецкий. Ну, конечно, придумать очень много. Вот тот же Сеймур Херш со своим подрывом северных потоков американцами. И надо сказать, что наконец мы услышали веское слово пастыря. На этой неделе впервые высказался публично по всей актуальной проблематике легендарный Владимир Владимирович Познер, если ты помнишь, кто это. Надо сказать, я всегда думал над тем, что феномен успеха Владимир Владимировича Познера, который, на мой взгляд, никогда не готовится к интервью, плохо понимает, не пытается вникнуть в то, что говорит его собеседник. И в его задачи это совершенно не входит. Как очень хорошо пошутил выдающийся, куда-то, к сожалению, не исчезнувший в последние годы русский статирик Андрей Кнышев в конце 80-х годов, еще 20-го века, когда только начали выходить эти большие телемосты Владимира Познера с Филом Донахью, он придумал хорошую шутку, что общего между Познером и Донахью. Им все понахью. Вот Владимир Владимирович Познеру всегда было все понахью, поэтому он так хорошо и выглядит. Ему 2 апреля исполнится 89 лет. Это трудно поверить, если это не знать. И он полностью поддержал Сеймора Херша, сказав, что Сеймор Херш просто так говорить ничего не будет, это авторитетничий журналист, потому что всем давно известно, что да, там 70-е годы прошлого столетия Сеймор Хершмор был на хорошем счету, но с тех пор он полностью превратился в конспирологического фрика, чего Владимир Владимирович Познер, конечно, не знать не может. Но опять же, может быть, это из сентиментального отношения к молодежи, потому что Херш мальчишка, по сравнению с Познером и от всего 85. Вот, но так что тут изо всех щелей могут влиться такие теории. Я остаюсь при своем мнении, что вообще вся эта конспирология это предельное проявление атеистического сознания. Потому что сознание, которое полностью отрицает Божью волю и присутствие Господа Бога в повседневной жизни человека, должно, безусловно, вдаваться во всемирный заговор, помноженный на какие-то невероятные технологические достижения, скрытые от человечества, но проявляющиеся вот в таких драматических ситуациях, как землетрясение в Турции. В связи с Познером не могу тебя не спросить, он, говорят, до сих пор в теннис играет, а не могу тебя не спросить, почему публичный нарциссизм производит на людей всегда такое большое впечатление? А, я забыл сказать, в чем ноу-хау Владимира Познера. Я начал эту тему развивать. Мы все понахли. В том, что он говорит по-русски с таким вполне уловимым иностранным акцентом, даже непонятно каким. Но для провинциального русского сознания он иностранец, а иностранец это очень важно. Как Эдита Пьеха. Да, конечно, конечно. Это очень апрелянно. Это точно никто не помнит. Иностранный акцент. Вот я тоже долго думал, есть какой-то мистический смысл, в такой, вернее, не мистический, а подсознательный смысл, не мистический калитрикатор. Это я неправильно, если бы не использовал неправильное слово, в невероятной популярности Юрия Дудя. Да, конечно. Потому что Юрия Дудь очень похож на Бивиса и Батхида одновременно. Об этом никто не думает, но этот образ, сам Бивиса и Батхида, это же невероятно притягательный образ, особенно для русскоязычного сознания, поскольку раскрепощение этого сознания в многом строилось на знакомстве с Бивисом и Батхидом еще в конце 80-х, в начале 90-х годов. То есть Бивис и Батхид были пророками свободного мира. И в этом смысле Юрия Дудь он тоже в какой степени является таким пророком нового типа мышления. Поэтому действительно его проект чрезвычайно успешен. И к вопросу о Бивисе и Батхиде еще один аргумент, почему американцы устроили землетрясение в Турции, это потому что оно есть в Симпсонах. Там упоминается город Кахраман-Мараш, где, так сказать, близкий к эпицентру землетрясения, о существовании которого в те времена вообще никто и не знал. Нередко даже в самой Турции. Там корабль прибывает в городках Кахраман-Мараш. Кстати, многие видные аналитики говорят о том, что большой войны в Украине не будет год назад, совались именно на Симпсонов и говорили, что в Симпсонах этой войны нет, а потому ее и не будет. Я очень надеюсь, что после этой войны деньги как абсолютно ценность начнут терять свою ценность, извини за тавтологию. Но пока это не случилось, вот я все-таки хочу вернуться к теме богатых русских. На этой неделе в Украине конфисковали имущество Теребаски. Я когда посмотрела на список, была впечатлена. Я не знала, что у него столько много здесь всего. И он действительно владеет колоссальным списком предприятий, владел вернее. А вот Минюз Швейцарии не нашел оснований для передачи частных замороженных российских активов на остановление Украины. И это такой неприятный знак, потому что Минюз Швейцарии может быть не единственным в этой истории. Нет, Минюз Швейцарии хочется сказать только одно, что никакими волонтаристскими решениями эти активы не могут быть изъяты в их собственных. Да, они могут быть арестованы. Помнишь, мы говорили с тобой о том, что Роман Акадьевич Абрамович, который говорит, что британцы сами без его участия ведомо передадут Украине арестованные деньги, вырученные от продажи футбольного клуба Чиллси откровенно лукавит, если можно лукавить откровенно, потому что без его согласия он остается их собственникам, хоть деньги и замороженные, поэтому без его согласия распоряжаться ими нельзя. Именно это говорит именно Юж Швейцария, что без согласия собственников распоряжаться деньгами нельзя, несмотря на их арест. Поэтому если эти деньги будут кофискованы через решение суда, тогда совсем другое дело. Только и всего. Ясно, что поскольку могу все, так сказать, благополучие Швейцарии изиждется не все, конечно, но значительная его часть на стабильности банковской системы и никакой другой позиции на Юж Швейцарии занимать и не может. Потому что не могут вкладчики швейцарских банков думать, что в любой момент по решению банка их средства могут перейти к какому-то третьему лицу. Нет, но это не противоречит, потому что эти деньги в конечном счете отправятся на восстановление Украины полностью или частично. То есть должно быть приняты соответствующие законы и пройти судебные процедуры. И это займется не один год, безусловно. Это жалко, если суды не будут принимать решения, в одной Германии почти 4 миллиарда заморожено. Ну и не только в Германии. Много заморожено денег в Италии и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы, что поскольку по вине России в результате этой войны Украина разрушена достаточно сильно на некоторые города. Вот я была в Харькове смотреть просто страшно. То, конечно, хотелось бы, чтобы эти решения все же принимались. Суды должны еще быть длительной процедурой выяснения, кто виноват, кто несет юридическую вину за это. Российская Федерация государства, безусловно, да, а частные лица неизвестна. То есть это очень длительная процедура. То есть я не сомневаюсь, что очень значительные замороженные средства в конечном счете направлены на восстановление Украины, но, опять же, свободный мир не был бы свободным миром, если бы это можно было такие решения принимать одним взмахом пера исполнительной власти. Нет, это большая работа, которая будет стоять еще перед судебной властью. В ряде случаев судебная власть, безусловно, решит, что российские активы не принадлежат лицам ответственным за спецоперацию Z, а поэтому конвискованы быть не могут. Ну и не могу не обсудить с тобой то, что в России готовится за запрещение Ютуба. Поскольку Ютуб сегодня символ, так сказать, свободного, свободной информации, свободного мира, то, в принципе, это может стать таким первым шагом к полному закрытию России, насколько я понимаю, несмотря на существование ВПН. Ну, закрытие Ютуба готовится с первых дней спецопераций Z, здесь ничего нового нет. Тот же Евгений Викторович Пригожин к этому призывает давно публично, хотя здесь он разыгрывает плохого парня по сравнению с которым Владимир Путин должен казаться парнем хорошим. Пока учение по закрытию Ютуба происходит в Донецкой области, в той самой ДНР, где уже произошло его замедление, я не уверен, что это случится прямо сейчас, но это возможно, поскольку, естественно, линия на закрытие России на изоляцию в нынешних условиях может только усугубляться, этот фарш невозможно повернуть назад. Ну, сейчас же об этом уже говорить не Пригожина, говорят депутаты Госдумы, и они там призывают с трибуны. Опять же, они говорят с первых дней спецоперации Z. На мой взгляд, еще это вот такого типа уровня конфликт с Gmail'ом еще не назрел. Сейчас исполнительная власть говорит о закрытии видеосервиса Twitch. Это сознательно издевательство, поскольку в России Twitch'а мало кто пользуется, вообще мало кто знает его существование. А раз будут закрывать Twitch, значит, у Ютуба еще есть шанс выжить, и, по крайней мере, посуществовать. Ну, и посадка на шесть лет журналистки Пономаренко, Мария Пономаренко, которая за пост просто в Мариупольском драмтеатре, насколько я знаю, получила, как они говорят, пятерочку, шестерочку и так далее. Ну, то есть, это такие откровенные какие-то политические уже преследования. Они продолжаются уже целый год, и на этой неделе была опубликована в журнале Time колонка российского оппозиционера Ильи Валерьевича Яшина, в которой он совершенно справедливо сказал, что не нужно распространять на всех русских вину за спецоперацию Z, я с тем полностью согласен, тем более, что это не противоречит моей концепции коллективной ответственности, потому что вина это понятие юридическое, и оно существует как бы вовне для суда, а коллективная ответственность это понятие внутреннее, и оно существует для Господа Бога. Поэтому тут, опять же, Россия не сможет пройти путь покаяния, если она не признает коллективную ответственность, но это не означает вины. И там Яшин совершенно правильно говорит о том, что уже десятки тысяч россиян пострадали за протесты против войны. Марию Памаренко это характерный пример, и нельзя говорить, что русский народ абсолютно безмолвствует, и все это всецело поддерживает. Но эти репрессии будут только усугубляться, безусловно, потому что даже никакой дороги назад у Владимира Путина здесь нет. Он должен идти полностью путем изоляции России от всякой независимой мысли, от всякого независимого способа существования. Сейчас, наверное, русский язык будут зачищать от заимствованных слов, из которых он состоит на две трети. Надо, кстати, уже если идти этим путем, то нужно поменять название месяцев в первую очередь, поскольку они заимствованы. Вот в украинском языке название месяцев славянский, а в русском нет. И поэтому, конечно, эти месяцы могут, я давно, кстати, предлагал много лет назад назвать в честь ключевых деятелей какими путинскими. Там месяц Путин, там месяц Шайку, месяц Пригожин, и, так сказать, на этом успокоиться. А Медведев где же? Медведев тоже должен быть. Медведев будет какой-нибудь не месяц, а месячник трезвости. Есть известная шутка, что поставится скандальный эксперимент не три дня трезвости, а полной трезвости 29, 30 и 31 февраля. Ну, время спросить, какие события на этой неделе привлекли твое внимание. Два события, они нахуй в стык идут, идеологические идеи, но поэтому я их упомяну через запятую. Это выступление Ивана Маска на дубайской конференции, где он поддержал наши идеи полицивилизационного подхода, что мир состоит из нескольких цивилизаций, а не одной. И этого Маска не сказал, но я добавляю к этому, что в основе каждой цивилизации лежит религия. Тоже эта мысль не новая, она культивировалась, в частности, моим любимым Армельдом Тойнбе и много еще кем. Но тем не менее, хорошо, что об этом вспомнил Иван Маск, который является важнейшим глобальным тренд-цептором на сегодняшний день. Ну и, конечно, крупнейшие плантации конопли в Житомирской области, которые осваивает уже достаточно известный в Украине Мишель Терещенко, внук Михаила Терещенко, членом временного правительства 1917 года. То есть, легализация конопли, которая всегда призывала, как ты знаешь, идет полным ходом, уже становится очевидным, что она может использоваться не только в медицинских целях, но и в самых разных отраслях промышленности и о чудо или о ужас для кого-то, как раз на фоне колоссальной плантации конопли на Мишель Терещенко выяснилось, что конопля может быть сырьем для производства вооружений и тем самым важным сырьевым источником для военно-промышленного комплекса Украины. Самое смешное, что так оно и есть, просто до недавнего времени немногие об этом задумывались. Ну, Мишель Терещенко выращивает коноплю уже очень давно, много лет, насколько я знаю, у него есть лицензии, он действительно, ну, это один из его бизнесов, но и сейчас дебатируется закон, как ты знаешь, и, возможно, даже очень скоро проголосуется о выращивании медицинского каннабиса в Украине. Ну, финальное стихотворение. Да, давненько я не брал в руки шашек, давненько у нас не было моего любимого Юрия Андруховича, Юрия Андруховича, и поскольку доминирующее ощущение сейчас, 19 февраля, это все-таки предвкушение и предощущение весны, весной уже пахнет, пахнет и во всех смыслах, то такой именно весенний этюд Юрия Андруховича, он называется «Этюд с воронами», и ворона для меня тоже очень позитивный символ, для кого-то это мудрость, а для кого-то смерть, а для меня вот ворона как-то всегда ассоциировалась и скопление ворон с тем, что весна близко. Это очень субъективно, но это отражает то, что это отражено в том, что написал Юрий Андрухович. «На цему святі стільки иреального, шукаемо тверду земную основу, родневе пиво біля кафедрального, и сірий день могичи босинову, відлига, как слеза над мистом лини, автобусы приходят и отходят, и в наших кухлях писаної глини, коли же это гиршка борштин наподить. Мы так цего тепла затято прагнули, как вимерзло погинье виноградо, вороны это маленькие черные ангели збирают на фронтон черную раду, и танец сниг, в якому так намешано, песок и сіль тяжкие земли, мірила, а мы в холодной кухле тепло дышим, и дивимость, як маю черні крыла. Юрий Андрохович. Прекрасно. А мы в маленькие кухле тепло дышим. Очень красиво. Спасибо большое. Спасибо большое, Стас. Спасибо всем, кто были с нами. Не забывайте, кто еще не успел подписаться на телеграм-канал Белковский и на ютуб-канал Власть Влащенко. До следующей недели, друзья. Ура! Ура! Продолжение следует... Продолжение следует...